Боже мой, какая красота! Я прошла вперед и закружилась на месте, разглядывая растения вокруг. Какие яркие, сочные краски не свойственны нашему городу. Казалось, сладкий запах цветов усиливался, когда я прикрыла глаза. И все же внешним чувствам не дано. Не всем пяти, не каждому отдельно. Уверить сердце, бедное одно, что это рабство для него смертельно. Кто же автор? Великий Олим Шекспир, которого я могу декламировать часами. Я так была увлечена этим местом, что не воспринимала слова Ходжи всерьез. Мои чувства были обостренны. Вдали разглядело цветущий парк. Как нас пропустили? Есть же часы работы. Вы уверены, что задаете верные вопросы? По-моему, все очевидно. Было много подводных камней, но это уже мои проблемы. Сделав приглашающий жест, он пропустил меня вперед. Пройдемте, это еще не конец. Конечно. Я медленно направилась в сторону парка. С каждым моим шагом загоралось все больше огней, освещающих длинную тропу, что притягивало своей загадочностью и красотой. Что происходит? Ходж улыбнулся и медленно приблизился ко мне. Нас ждет целый парк. Невероятно, но как? Ходж проигнорировал мой последний вопрос и зашагал под тропе. Вот же... Я ускорилась и догнала его, но моя решительность тут же улетучилась, и какое-то время мы провели в молчании. Я наслаждалась наполненным ароматами цветов, ветерком и с детской радостью разглядывала клумбы и поляны по бокам тропинки. Вам нравятся цветы? Мне нравится наблюдать за ними, вдыхать аромат. Очень жаль, когда их срывают и убивают в них жизнь. Подойдя к ближайшему кусту с розами, я погладила кончиком пальца раскрывшийся бутон. Цветы как люди, все разные. Опасные, обманчивые, яркие, совсем невзрачные. А вы когда-нибудь ассоциировали себя с ними? Ходж подошел вплотную, разглядывая розу, которую я только что гладила. Возможно. Я оторвалась от созерцания и пошла дальше. Мисс Хилл, постойте. Он догнал меня, и я в очередной раз убедилась, что не безразлично ему. Я думала, мы гуляем. Верно, но у меня кое-что есть для вас. Ходж сунул руку в карман. Я хочу оставить небольшую память об этом дне. Он протянул мне закрытую коробочку. Мистер Бейкер, просто посмотрите. Какая маленькая, хрупкая. Я подняла голову с нежностью, улыбнувшись Ходжу. Она напоминает мне вас. Он кивнул на тропинку, предлагая пройти вперед. Какой же вы настоящий, мистер Бейкер?